С фасада инсталляция и читается в форме двух крыльев. Оформление праздников вообще отлично. Гораздо лучше, чем садовые гномы. О, ну конечно. Это даже не растения, это не какие-то элементы сада. Это живые существа. Вечером появляется своя атмосфера, это подсветка в нашем саду. Маленькие светлячки, которые живут в этих ветках. Всем привет, с вами Грин Типс и я Елена Турчак. И сегодня мы приехали в парк Музеон, где проходит фестиваль Moscow Flower Show. Мы отобрали специально для вас самые лучшие сады, по нашему мнению. Маша и Марина рады вас приветствовать. И поздравляем от всей души с золотой медалью. Действительно, ваш сад нам также очень понравился. Мы считаем, что он достоин самых высших наград. Спасибо огромное. Добро пожаловать, проходим в сад. Маша, название сада – декорация Митерлинка. И здесь мы видим прямо вот два крыла, гнездо и очень такую красивую композицию. Да. Ну, во-первых, нам нельзя было… Мы не хотели прямо называть «синяя птица», но как-то это вообще, да, заезжено слишком. В лоб. Банально. Поскольку сказка о метафорах, вот, поэтому нам эту метафору надо было пропустить по всему саду. Вот, поэтому это именно декорация, это отсылка к спектаклю, прежде всего, аранжировки сада. И, собственно, вот с фасада инсталляция и читается в форме двух крыльев. Вот, то есть, как бы тут не надо искать головы, там, хвоста и так далее, потому что это, опять же, это просто образ метафорический. Мы очень преданы ленд-арту, поклонники, там, лет 10 уже, это у нас уже второе выступление с ним. И, собственно говоря, идея-то пришла сначала от плетения, вот, а потом был поиск темы, да. Нам был очень близок характер метрелинга самого, вот, и поэтому картинка начала развиваться сама собой. Мы поняли, что это будет птица, мы поняли, что будут широкие крылья, что будут гнездо, что будет инсталляция, что будет совмещение многослойности с живыми материалами, потому что здесь использованы и сухоцветы, и срезка, и, в общем-то, мы ни в чем себе не отказывали. Мария, ну, у вас получился прям такой арт-объект, да, и он очень интересно встроен в сад, потому что это как некая кулиса. Да, потому что прототипом, хотел сказать, этого спектакля была именно кулиса. Мы нашли по биографии первую постановку, и как, вот, собственно, зарисовку, эскиз кулисы. Вот, и когда увидели этот прообраз, просто было абсолютно понятно, что это просто в виде птицы, в виде этого сказочного синего леса будет вот как бы так распростерто здесь где-то в ландшафте. Маш, у вас здесь сплетена береза, очень фактурные, красивые ветки. Почему именно этот материал был выбран? Потому что, опять же, мы уже работали с этим материалом на предыдущем фестивале, и нам просто, ну, это было просто осуществить. Во-вторых, нам очень нравится ее цвет, ее структура, направления непрямые. То есть графика сама, она, конечно, ну, уникальная. Темный цвет, он какой-то, не знаю, какую-то особую атмосферу дает. Вот, все остальные деревья там там же, и ива, она все-таки более светлая, у нее характера меньше. Вот, а тут вот... Здесь ощущение леса и сказки какой-то. Да, да, да. Нужно было таинственность такую вот усилить. Поэтому для нас это вообще идеальный вариант. Маша, а скажи, пожалуйста, подобного рода объекты можно использовать в частном саду? И каким образом они выдерживают нагрузки, снег? Да, вообще без проблем. Это отличный вариант для творческой семьи, для детей, для атмосферы. Потому что весь вопрос заключается в каркасе. Если будет жесткий каркас, а здесь он тоже есть, вот, то как бы это основная уже задача решена. Какое-то оформление праздников вообще отлично. Гораздо лучше, чем садовые гномы. О, ну, конечно. Марина, расскажи, пожалуйста, про растения. Удивительная подборка. И каким образом с сюжетом связано? Видим, что много синий, такой голубой гаммы, да? Да, конечно. Как выбирали вы растения? Конечно, мы и по цвету выбирали. И должно быть все просто, но в то же время как будто бы выстреливает какой-то цвет, фактура, лист. Чтобы это было и к театру близко. Вот почему у нас вдруг появились дельфиниумы. Конечно, так скажем, шиповников дельфиниум рядом не близок. Но как театральная декорация, как сцены, которые постоянно меняются, нам эти растения были необходимы. Это как акценты, которые к себе притягивают взгляд. Вот тот же дельфиниум, например. Вот эту вот дымку розового остильбы. Конечно, мы это все уже соединили у нас в саду. Например, вот я говорила уже про розовую дымку остильбы. Про белые такие вкрапления, очень тонкие гортензии киушу. Здесь такой лесной, да? Да, здесь лесная часть. Но у нас же сказка идет, что дети дровосека идут по лесу. У них определенная история. Они попадают то в прошлое, то в будущее. И мы каким-то элементами должны были это обыграть. Конечно, растения нам в этом помогают. Например, та же замечательная спирея березолистная. Такой отсыл к лесному сообществу, к лесным массивам. Здесь очень хорошо вписалось это дерево, да? Да, нам очень повезло. Мы уже не первый раз существующее дерево вписываем в нашу композицию. И это помогло тоже заработать дополнительные баллы у жюри. Также интересная часть у нас здесь. Здесь вообще потрясающе. Такое ощущение, что ты попал либо в сказку, либо где-то ты на планете вместе с аватарами. Вот мы и хотели как раз этот момент показать, что не только лесная часть, но мы путешествуем в разных историях. То есть это как можно показать будущее? Как можно показать какое-то место, которого нету? И здесь мы видим дельфиниумы, да? Да, это и дельфиниумы, и лилейники, и леатрисы совершенно замечательные, которые только начали свою историю. Они только начали это рассказывать. Буквально только показываются цветочки. Но этим зато какие вертикали. Какая получается архитектура этого всего. Меня абсолютно покорили лотосы. Лотосы, да, это у нас жители. Это даже не растения, это не какие-то элементы сада. Это живые существа, которые рассказывают нам о боты-сказке, о том, что может быть, не может быть. Поиск синей птицы, поиск счастья, это же так глубоко. Марина, а здесь зона с шиповниками, и вроде это обычный шиповник. Почему вы выбрали именно его для своего сада? Конечно, это не фестивальное растение, но за счет яркости листа, очень интересной формы, тонкого аромата и хорошего объема, он хорошо отвечает на наши запросы, он хорошо работает в нашем саду. Марина, на входе совершенно другая композиция и другой выбор растений. Да, здесь, конечно, мы уже ближе к каким-то сине-сиреневым цветам ушли. Чистых синих цветов не так много у нас, но благодаря тому, что мы все-таки не в открытую играем в синюю птицу, а какие-то намеки, метафоры, то мы уже подбирали тут и лаванду, и котовник у нас, и сальвия, и остильба. Они все вместе как раз играют на нашу историю, на вот этот поиск синей птицы, где она, где наше счастье. Вечером появляется своя атмосфера, это подсветка в нашем саду. Маленькие светлячки, которые живут в этих ветках, они сейчас не очень хорошо видны, но как только солнце соходит, они проявляют себя и всем подмигивают и манят. Это как раз как путешествие в ночном саду. Также внизу начинает работать голубая подсветка, которая ночью поднимает нашу птицу, наши декорации, и они становятся легкими, невесомыми и какое-то призрачное очарование дают. Спасибо за прекрасную экскурсию, нам очень понравилось. И мы надеемся еще вас увидеть вновь. До встречи на следующих фестивалях. Пока!